Здравствуйте, дорогие друзья и любимые подписчики! Сегодня мы с вами будем говорить о таком явлении, как comparativo или по-русски сравнительная степень. Под это явление подпадают такие части речи, как прилагательная и наречие. Давайте посмотрим, что происходит в русском языке, когда мы используем сравнительную степень. Возьмем какие-нибудь прилагательные и наречия и попробуем поставить их в сравнительную степень. Например, Итак, прилагательное красивый. Попробуем поставить его в сравнительную степень. Что получится? Правильно, красивее или красивее. Или прилагательное высокий. Сравнительная степень, правильно, выше. Либо же наречие высоко и опять же от него сравнительная степень выше. Например, дом соседей высокий, но мой дом намного выше. Пример с наречием. Боинги летают высоко, но суперджет летает намного выше. Попробуем образовать сравнительную степень от прилагательного интересный. Например, передача Соловьева намного интереснее, чем передача Киселева. Или же пример сравнительной степени, образованной от причастия интересного. Очень интересно смотреть передачи Киселева, но передачи Соловьева смотреть намного интереснее. Вот интереснее это как раз и есть сравнительная степень от наречия интересного. Либо же от прилагательного интересный. Ну и теперь давайте посмотрим, что же происходит в итальянском языке, когда мы хотим поставить прилагательное или наречие в сравнительную степень. Каким образом она образуется? Вообще в итальянском языке это явление называется компаративо. И образуется оно с помощью частички пью. Пью. Запомните, частичка пью. И для того, чтобы образовать сравнительную степень, надо просто-напросто взять прилагательное или наречие и перед этим словом поставить частичку пью. И автоматически это прилагательное или наречие становится уже в сравнительную степень. Как всегда, все очень легко в итальянской грамматике. Например, прилагательное бэлло, красивый. Попробуем поставить в сравнительную степень. Что получится? Правильно. Пью бэлло, красивее. Например, Или прилагательное alto, которое переводится как высокий. Поставим его в сравнительную степень, что получится правильно. Пью alto. Выше. Например, Дерево на моем участке выше, чем сам кондоминиум, дом. Ну и прилагательное, оно уже наречие veloce, что переводится как быстрый или быстро. И в качестве примера приведем такое предложение. Il treno va più veloce della macchina. Поезд едет быстрее, чем машина. Ну или, например, прилагательное bono. La pizza napoletana è più buona di tutte le altre pizze. Неаполитанская пицца вкуснее, чем все другие пиццы. Потому что прилагательное bono мы переводим не только как хороший, но еще и как вкусный. И я хотел бы обратить особое ваше внимание на то, что в некоторых случаях по-русски сравнительная степень звучит одинаково. Я говорю о сравнительной степени больше, которая в одном случае показывает количество, а в другом случае показывает размер. Например, у меня больше денег. Здесь речь идет о количестве. Либо же мой дом больше, чем дом соседей. Здесь уже речь идет о размере. Но обратите внимание, что по-русски и то и другое звучит как больше, одинаково. В итальянском же языке, обращаю ваше внимание, что в данном случае, когда речь идет о количестве, мы ограничиваемся использованием самой частички più. То есть она здесь самостоятельна, самодостаточна. Допустим, io o più soldi vi tutti. У меня больше денег, чем у всех. А если речь идет о размере, то тогда уже здесь нужно взять прилагательное grande, большой, и поставить его в сравнительную степень с помощью той же самой частички più. Например, la mia casa è più grande, trattuto il paese. Мой дом самый большой во всей деревне. То есть еще раз, в русском языке и там, и здесь мы это говорим с помощью слова больше. В итальянском же языке, если это количество, то мы говорим просто più. А если размер, то più grande. Точно так же надо обратить внимание на слово меньше, меньше. Точно так же, если речь идет о размере, то мы используем частичку più и прилагательное piccolo. Говорим più piccolo, меньше, поменьше. Например, la sua macchina più piccola di mia. Его машина поменьше, чем моя. А если речь идет о количестве, то здесь уже есть самостоятельное слово, самостоятельное частичка, которое звучит как meno. Например, lui, а meno soldi di me. У него меньше денег, чем у меня. Ну а если вам нужно использовать сравнительную степень, но уже в отрицательном значении, то мы уже полноценно вместо più используем слово meno. Что на русский язык обычно так и переводится. Менее, например, менее интересный, менее полезный. Например, эта книга менее интересная, чем та. И тогда мы по-итальянски скажем Questo libro è meno interessante di quello. Прошу обратить внимание, когда мы строим сравнительную степень, то используем предлог di в качестве чем. Например, il mio libro è più interessante di quello. Моя книга интереснее, чем та. Например, il mio libro è meno noioso di quello. Моя книга менее скучная, чем та. Ну а также нужно обратить внимание, что в некоторых случаях есть тоже полноценные, так скажем, независимые формы сравнительной степени. Это как раз те, которые образуются от прилагательного bono, хороший, или же наречия bene, хорошо. Итак, если мы в русском языке хотим образовать данную сравнительную степень от хорошей и хорошо, то в любом случае мы скажем, как правильно, лучше. Моя машина лучше. Это сравнительная степень от прилагательного. Либо же мы скажем, моя машина едет лучше. Да, потому что она едет не просто хорошо, она едет лучше. Это уже сравнительная степень от наречия. В итальянском же языке, если мы образуем от прилагательного bono, то у нас получается либо же più buono, либо migliore. Например, la mia macchina è più buona. Моя машина лучше. La mia macchina è migliore. Моя машина лучше. La mia macchina è più buona di tutte le altre. Моя машина лучше, чем все другие. La mia macchina è migliore di tutte le altre. То же самое, моя машина лучше, чем другие. Если же речь идет о сравнительной степени наречия, которая образована от наречия bene, хорошо, то тогда мы уже говорим meglio. La mia macchina va meglio di tutte le altre. Моя машина ездит лучше, чем все остальные. Меллио как слово используется независимо от сравнительной степени. Здесь уже можно без предлога di. Например, meglio imparare l'italiano con le lezione di Michael. Лучше изучать итальянский язык по урокам Михаила. Ради справедливости стоит сказать, что независимая форма сравнительной степени есть и у прилагательного cattivo или brutto. И звучит как peggiore, то есть хуже. А еще я хотел бы обратить ваше внимание на то, что каждое из этих слов имеет еще и другой смысл. И в этом смысле peggiore переводится как плюс, а meno как минус. Например, due più tre fa cinque. Два плюс три будет пять. В качестве равно используем глагол fare в третьем лице единственного числа. Nove meno quattro fa cinque. Девять минус четыре будет пять. То есть più и meno, вы также можете использовать эти слова для арифметических действий. А также, если поставить эти два слова вместе, то они образуют устойчивое сочетание. Пьё meno, то есть переводится как более-менее. Ну что же, на этом коротенький, но, надеюсь, полезный урок закончен. И особенно хотел бы поблагодарить тех моих подписчиков, которые посылают мне донатики. Это очень помогает, потому что каждое из занятий, каждое видео требует больших временных ресурсов, чтобы его создать, чтобы смонтировать. И это очень, кстати, только единственная просьба, пожалуйста, подписывайтесь, подписывайтесь, чтобы я мог поблагодарить своих героев по имени, в лицо. Я же с вами не прощаюсь, потому что совсем скоро, совсем скоро мы увидимся в следующем уроке. Бача-брачи, обнимаю, целую, до скорого. Чау-чау-чау.